так провели испытание компрессора накачали колесо 15 накачка заняла примерно 8 минут я там где-то секунд на через 10 только начал снимать через 15 может быть когда уже 0 3 бара было накачено выставлено было 2 и 2 бара как отсечка да то есть при двух и двух барах соответственно компрессор отключился то есть сам дисплей еще при этом работал вот но процесс накачки он получается был завершён вот шумит в принципе компрессор приемлемо вот помещение достаточно шумно и все вопросы запускать допустим но тем не менее как бы компрессор да тут ничего как бы уже с этим не поделаешь заряда получается как он был стопроцентный я его зарядил перед тем как идти на улицу так он стопроцентным и остался после накачки одного колеса корпус вообще не нагревался то есть можно сказать что был холодный единственная на улице температура была где-то около 0 градусов но может быть самый край минус 1 вот согласно спецификациям его по идее при меньших температурах ты нельзя эксплуатировать на я думаю что до минус 5 там вполне возможно так его эксплуатировать даже может быть до минус 10 если надо кратковременно подкачать колеса вот но если долго качать то лучше просто не портить скажем так аккумуляторы на холоде но и плюс может быть здесь просто ли по страховке сделано то что он быстрее разрядится насчет аккумуляторов судя по всему здесь используют две банки 18 650 по 2500 миллиампер часов в итоге итоговое напряжение у нас составляет 7 2 вольта 18 ватт часов вот и сама у нас номинальная мощность компрессора 74 ватта зарядный порт у нас 5 вольт 2 ампера но в принципе видите что 15 колесо полностью спущенная он накачал за 8 минут я считаю для такого малыша приемлемая приемлемый результат с учетом того что он компактный можно его возить с собой и при необходимости то есть если вдруг там колесо сдалось одно колесо пожалуйста за 8 минут накачать можно и случае чего если просто нужна подкачка то это гораздо быстрее произойдет плюс еще есть функция фонарика который может выручить там какой трудной ситуации то есть если что-то нужно подсветить конечно мощность у него не очень большая именно то это светодиоды который светит белым то есть режим фонаря если мы говорим про его использование вот но в целом подсветить там подкапотные пространства и были еще что-то можно режим сос получается он у нас в двух вариантах представлен как бы тоже поможет если друг машина сломалась там где-то на темном участке дороги и просто нужно обозначить например то есть чтобы не сжечь аккумулятор но или просто вместе со штатным освещением еще дополнительно можно его поставить даже где-то например метров за 100 за 200 чтобы хотя бы если там плохая дорога или еще что-то машина могли затормозить 0 по крайней мере привлекло и внимание она она этот это свечение да то есть и они получается с начинались не снижать скорость чтобы ну не было столкновений с вашим стоящим где-то автомобиль вдруг там у вас что-то проблем какие-то задними габаритами или еще что-то или просто их чтобы было лучше видно если плохая видимость например вот то есть такое вот устройство вес в районе пол килограмма компактно можно бросить его даже в тот же бардачок и как бы особо не переживать разрядиться он сильно не должен то есть саморазряд должен быть минимальный у него но в крайнем случае можно там не знаю раз там в пару месяцев может полгода вообще подзарядить вот что еще можно сказать длина вот этого шланга она здесь достаточно маленькая зато он полностью убирается в корпус сама насадка получается видимо из алюминиевого сплава изготовлены есть еще переходники под разные нужды скажем так да то есть можно мечи накачивать велосипедные шины им накачивать мотоциклетные шины пожалуйста но и автомобильные шины тоже естественно да то есть собственно вы это на видео сейчас видите то есть под это заточены разные режима всего четыре режима и 5 режимом как бы свободно плавание там можно выставить любое нужное давление ну и как в принципе в остальных четырех режимах единственно там диапазон давление он ограничен максимальное значение она ограничена чтобы не перекачать скажем так да то есть там что ну мяч там не за не взорвался там колесо чтоб никаких проблем не было и чтоб не было избыточного давления ну понятно что разные для каждых для каждого колеса там она все равно немножечко разное но тем не менее там лимиты некоторые выставлены вот и в свободном режиме уже пожалуйста можно выставить любое значение от нуля до максимального максимально здесь 150 psi либо 10 там целых три десятых бара то есть вот такие вот у него диапазоны значений все заданные значения которые были запрограммированы кроме свободного режима они хранятся в памяти они там остаются вот при включении выключение но и автоматически происходит отключение по достижению заданного давления наверное собственно здесь и все отключение по сути Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...